По местам детства великого поэта. Участники проекта «Активное долголетие» посетили парк Захарова. Узнали о подробностях жизни Александра Сергеевича Пушкина в бабушкиной усадьбе. Оторваться от увлекательного рассказа экскурсовода Людмилы Класинской было невозможно. Даже моросящий дождь не испортил настроение гостям. Людмила Федоровна это вообще кладезь, необычайный человек. Я с ней впервые познакомилась в нашем литературном объединении «Парнас» Одинцовский, «Лито» называется. И мы когда разговаривали с ней, она говорит, а я еще экскурсоводом была. Я говорю, Людмила Федоровна, вы представляете, мы очень бы хотели, поскольку вырвались из карантина, очень бы хотели попасть на экскурсию. Вот Захарова, «Большие веземы», она сказала, я с удовольствием это сделаю и проведу. Поистине русский бунтарский дух и уникальный литературный слог сформировался у поэта именно в этих местах, рассказывает Людмила Федоровна. Детство среди крестьянского быта и традиций в окружении природы оставили след в жизни и литературе Пушкина. Есть такая как бы байка или что сказать, такая история неподтвержденная, что он был, как его дворовые называли, немой мальчик. И возможно, благодаря тому, что вот летом он бывал здесь, в моем любимом Захарова, как он писал к своему другу Юдину, он как раз приобрел вот этот дар быстро говорить, общаться и даже хулиганить. Потому что он очень любил такие русские народные игры, как лафта, и с дворовыми детьми часто купался в пруду. Слушать такие истории, гулять и наслаждаться природой, отдыхать духовно – большое удовольствие, говорят участники экскурсии. Именно теперь, выйдя на пенсию, для этого появилось свободное время. У меня сейчас так сложилось обстоятельство, что я могу активно посещать экскурсии. Я очень благодарна активному долголетию за такой проект, что могу столько, несмотря на какие-то ограничения, столько посещать экскурсии. Участники программы «Активное долголетие» посетили уже две экскурсии. Познакомились с историей рода Голицыных в Веземах, узнали о дачных театральных сезонах на Баковке. Теперь в их копилке еще и поездка в Захарова. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует.